У нас собрался стол на Берлин. Один раунд, четыре сдачи. Так, и вот давайте-ка попробуем сыграть. Тут интересные игроки разного уровня собрались. Так, давайте цветы заменяем, и я начинаю. Ну, я, скорее всего, Чоу сейчас соберу. Я выкину Анира и соберу Чоу. Значит, справа от меня, в правом углу ринга, да, игрок с белым поясом. Вот неизвестно, кто это такой. Игрок напротив вот только что заскочила. А куда она пропала, непонятно. Она обменивает цветы. Я обменял, собственно, да, цветочек у себя один. У нее коричневый пояс, она из Австрии. Я не понимаю, в чем дело. Так, и слева от меня игрок из Британии с зеленым поясом. Ну, он какие-то странные вещи собирает. Возможно, он новичок. Что я здесь могу сделать? Уже виден, собственно, план. 4, 6 у меня дырочка есть. Ну, три дырочки, если разобраться. 2, 4, 6, 8. 2, 3, 4. То есть, варианты какие? Либо 2, 3, 4 бамбуков. 3, 4, 5 точек, 4, 5, 6 символов. Это один вариант смешанных смещенных чоу. Либо это, например, будет 3, 4, 5 точек, 4, 5, 6 бамбуков. 5, 6, 7 символов. И на то, и на то у меня есть глазки в единичках символов. Четвертого сета пока что не видно. Я не знаю, где четвертый сет. Так, мы же не зависли, не зависли. Так, заменяет цветы. Я вот не понимаю, куда пропал игрок напротив. Может, у нее с коннектом какая-то проблема. Может, что-то еще неизвестно. Может, она сейчас вернулась уже. Давайте посмотрим. Да, вернулась. Она заменяет цветы. Вот, очень хорошо, что все на месте. Так, вот это вот интересный вопрос. По идее, у меня четвертый сет может быть пангом красных. Я беру панг красных, но что я выбрасываю? Вопрос интересный. Я не знаю, что мне приходит слева. Так, у игрока справа настроен автосброс цветов. Автозамена в смысле. Автозамена цветов. Ну, давайте я пойду все-таки на какие-нибудь попроще варианты. Не буду ждать пятерку. Буду ждать тройку. То есть, мне сейчас нужна тройка бамбуков, четверка точек. Вот пятерка выходит. Чао. Так. Это мне не нужно. Это мне не нужно. Я надеюсь, что игрок слева даст мне четверку точек. И я буду как раз эту троечку ждать уже себя на победу. Но пока... Пока нет. Значит, игроки все довольно технично играют. Выбрасываю тонера. Игрок слева собирает полумасть, похожая на бамбуках. Это мне не нужно. В принципе, могу просто пробел нажимать. Это на планшете, когда вы играете, там нету никакой клавиатуры. И вы просто жмакаете по экрану. А здесь я могу или нажать на надпись, или нажать пробел. Вот я и на просящий. Очень удачно сошла четверка. Семерку никто не взял. Хотя какая-то пауза была. Ну, скорее всего, с игрока слева я не дождусь тройку бамбуков. Но с игрока справа могу дождаться. Давайте-ка я вот так сделаю, карагири. Когда вы выкидываете ту же кость, которую взяли. Но как если бы вы ее взяли... Вы взяли какую-то полезную со стены, а выбрасываете ненужную. Это создает иллюзию, что вы еще не на просящий. Да, потому что когда вы много костей сбрасываете со стены, да, от сумагири много раз проходят, внимательные игроки видят, что вы уже, скорее всего, на просящий. Так, переплетение. 1, 4, 2, 5. 1, 4, 2, 5. И 5 онеров. Это 9 костей на переплетение. Ну, если честно, маловато. Давайте сейчас посмотрим, что придет. А, пришла кость на переплетение. Значит, 10 костей на переплетение. Понятно, да? 3, 6, 9 должно было быть в символах. 1, 4, 7 бамбуков. 2, 5, 8 точек. 3, 6, 9 символов. Вот они так и заходят. Очень удачно. Значит, у меня уже 11 костей на переплетение. Но вот мне не нравится, что 2 юга сброшены и 2 запада сброшены. Мне нужны и запад, и юг на переплетение. Девятка вот выходит. Так, шестерка мне не понадобится. Но я попозже ее выкину. Я сейчас буду делать вид, что собираю полумасть на символах. Но когда уже я не смогу делать вид, что я вот именно полумасть, что я собираю не полумасть, а именно переплетение, тогда да. Тогда я, конечно же, буду сбрасывать символы. И ждать что-нибудь в переплетении. Так, мне нужна семерка бамбуков еще. Семерка бамбуков, девятка символов, восьмерка точек. Юг, запад. То есть, когда у меня получается просящая рука, у меня трехстороннее ожидание. Давайте так пока. Интересно, кстати говоря, игрок справа, да? С белым поясом. Что-то он интересное хочет собрать. Четверку выкинул, но 4-5-6 взял. То есть, он что-то задумал. У него что-то там такое. Вот 4-5-6 он берет. Если бы я бросил тройку, взял бы он 3-4-5, интересно. Так, 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 восьмерка. Ну, не совсем то, что нужно. Две девятки уже выброшены. Но пока что никто не выбрасывает о нера, видите? Два запада, два юга вышли. И пока что это все. Хорошо. Я опять же создаю иллюзию, что я собираю трятос сирот. То есть, я выкидываю хорошие кости. Простые. Держу терминальные, держу о нера. То есть, у меня два варианта. Или переплетение, или трятос сирот. Трятос сирот, понятно, опасней. Переплетение бывает дешевое, бывает дорогое. Чао. Так. А вот это уже интересно. Девятка последняя осталась. Он собирает чистый ряд. Может быть, это, кстати говоря, кто-нибудь из Ричи. Игрок Ричист, который пришел поиграть спортивно. И, в принципе, Ричисты справляются с простыми руками в спортивном. Там до какого-то момента нет никаких проблем. А, и вот это плохо. Три девятки вышли, три восьмерки вышли, три запада вышли. Как плохо. И вот-то какой-то север, оказывается, опасный. Потому что игрок напротив может ждать север. Семерку точки я выкину, а вот север выкидывать. Как-то уже не очень. Вот семерка бамбуков открылась. Юг. Так, восток тоже не выходил. Еще не север, не восток. А, север один выходил. Север один выходил. То есть я могу, в принципе, сбросить север. Ну, ладно, давайте так попробуем все-таки. Красного никто не ждет. Восток. Восток, возможно, все-таки игрок напротив ждет. Вот, давайте так, единичку бамбуков. Единичку бамбуков я выброшу. Ай, это все южные ветры вышли, да? Как неудачно-то, надо же. Вот он, восток. Не нужен. Интересные дела. Игрок напротив панги собирает. Или симметричные? А может быть симметричные, кстати. Так, ну это плохо, что выходят мои кости. В конце концов, я, конечно, могу защититься сбросом этих же аниров. Потому что у нас 20 костей в стене остается. Вот запад заходит. Ладно. Так, тройка бамбуков. Кому, может быть, нужна? Игроку слева. Тройка бамбуков. Вот она выходит. И не нужна никому. Очень интересно. Шестерки точек прокинуты. Три штуки, но... Подождите-ка. Что у игрока справа может быть? Пятерки, пятерки. Три пятерки. А, четыре пятерки. Четыре пятерки я вижу. То есть у него не может быть четыре, пять, шесть точек. Моя восьмерка вышла. Значит, я жду сейчас девятку символов. Семерку бамбуков. Так, очень интересно. Значит, ничья получается. Значит, все-таки ничья. Тройку символов. А кто тройку символов ждет? Ладно, лучше так сыграть. Я уже ничего не получаю все равно. Тройку символов. Кто мог бы ждать? Так, последняя кость. Все. Он не напросящий. Игрок напротив ждал север. Ага. А, причем она же скинула этот север в самом начале. И потом его же ждала. Четвертый. Да, а он у меня был четвертый. Как раз я его не стал выбрасывать. Ну, вот видите. Я все-таки ушел в защиту с переплетением, но я разломал в итоге всю руку. Так, здесь у меня очень похоже на чистый ряд. Очень похоже. Давайте я возьму. Потому что это еще что-нибудь может быть из серии... Смешанных, смещенных чоу. Ну, давайте возьмем. Ой, как неудачно. Вот. Так. Так, да, запасной вариант. Да. Или смешанное тройное чоу, или смешанное смещенное чоу. Так, у нас уже третья сдача. Мы одну сыграли в ничью. Очень долго возились. Игрок напротив. Что она хочет такое собрать интересное? Все типы хочет собрать. А я уже не уверен, что мне нужна семерка. А. Вот так, если... Верхние можно собрать. Давайте посмотрим. А может быть, кстати говоря, все-таки и получится чистый ряд. Не, давайте все-таки верхние. Чао. Или, может быть, пока даже давайте попробуем внешнюю руку. А если не получится внешняя рука, тогда верхние. Внешняя рука не очень дорогая, но мне важно сейчас собрать побыстрее руку, а не подороже. То есть, вот восьмерка у меня не вписывается во внешнюю руку. Значит, я беру тройку точек, встаю на просящую. Что у меня получается? Тройка точек, встаю на просящую. У меня получается четыре очка за внешнюю руку. Два терминальных чоу. Чистое двойное чоу. Смешанное двойное чоу. Это три очка. И без масти еще одну очку. То есть, да, я могу ждать любой ветер. Ну, вот из тех, что у меня есть, разумеется. А не нужны двойка, тройка? У меня сейчас единичек символов нету. Тройку точек я жду. Да, у меня пара единички уже не придет. У меня еще, кстати, будет очко за ценное ожидание. А вот чей красный? Не чей красный. Ладно. Вот моя тройка, кстати. Вот это плохо. Вот это мне как-то не очень нравится. Вот она, шестерка последняя. Что ж такое-то, а? И вот красный. Которого я пробросил. Мог оставить красного. Так. Тройку точек я теперь жду. Тройку точек и ветер. Игрок слева не открывается, кстати. Игрок слева ждет какие-то символы. Вот похоже, да, полумазь на символах там. А вот единичка бамбуков. Нет, уже третья. Так, девятка бамбуков мне тоже не годится. Я три на столе вижу. Девятка символов. Раз. И все. Семерка мне без надобности. Может быть, ветра, кстати говоря, у игрока напротив. Может быть, она собирает какие-нибудь панги ветров. Единичка символов. Ну, давайте попробуем. Так, ладно. Одна проброшена единичка символов. Вот. Еще одна проброшена. А запад не выходил. Ну, конечно, да, меня немножко смущает все-таки ожидание последней тройки. Чья пятерка? Не чья пятерка. Очень интересно. Вот она. Ну, что ж такое. Ну, тогда все. Тогда я выкидываю. Двойку, единичку. Они мне не пригождаются никуда. Жаль. Тройка бамбуков. Вот она, да? Тройка бамбуков выходит. Напротив пошел белый, да? Да. Хорошо. Двадцать. Сколько там? Восемь у нее, да? У меня двадцать шесть осталось. Я на втором месте. И сейчас я должен эту руку взять. Если я эту руку не возьму, тогда я на первое место не выхожу. Так. Ну, в общем-то, сложно здесь не увидеть чистый ряд. Я сейчас буду пробрасывать лишние кости. Даже глазки зашли. Смотрите. Я девятку символов выбрасываю. Четвертый сет у меня пока не определился. План девяток я не беру, если что. Девяток бамбуков. Так. Так. Нет, давайте-ка я вот так сделаю пока. Подождите. Подождите. Тройка символов заходит. Тройка символов. Ну, может быть, глазки получатся. Панк девяток бамбуков и глазки на тройках. Три пары у меня сейчас. Три пары. В общем-то, ничего интересного на самом деле. Так. Да, это я беру. Чао. Вот так я выбрасываю. И теперь я жду пятерку символов. И что-нибудь на четвертый сет мне нужно обязательно. Четверки выкидываются. Да, но если я беру шестерку бамбуков, например, со стены, я совершенно спокойно могу ждать 5, 6, 7. Вот это мне не нужно. Мне пятерка нужна. Если я беру 1, 2, 3, например, да, я остаюсь с формой 2, 3, 4, 6. А-а-а. Ну, давайте так я выкину, ладно. Потому что она менее перспективна, да, вокруг нее меньше костей осталось. Если я теперь беру пятерку, я жду единичку или четверку. Вот четверки выходят, да. Нет. Не нужна была. Ну, потому что в дырку последнюю четверку ждать, это совсем как-то неинтересно. Вот моя пятерка. Не нужна никому. Так. Мне главное сейчас собрать быструю руку. быструю. Быструю. То есть... Если я сейчас... А-а-а. 2, 3 могло быть, да? Если я беру панк девяток, например, сейчас... Интересный вопрос. Панк девяток выкидываю четверку. Нет, как-то не то получается. Опять же, чистую масть собирать проблематично достаточно. Что он там такое хочет? Панги просто собрать? Игрок напротив. Не открывается. Семерка тоже не нужна. Видите? Все пятерки вышли. Все шестерки. Естественно, семерки пошли на выход. Вот в точках я ничего не вижу. Может быть, как раз есть смысл... Ай. Третья девятка на столе. А-а-а. Он верхние собирает. Вот он что делает. А если он собирает верхние, тогда он не накинет и пятерку, и единичку. В принципе, да. Вот я беру 4, 5, 6. Совершенно верно. Четверка должна быть безопасной. По идее, нет? Мне кажется. А, ну на кунг. Так, и теперь я жду последнюю четверку символов. Или единичку. Тоже, кстати говоря, последнюю единичку. Двустороннее ожидание у меня. Двустороннее ожидание. Кто это берет, интересно? Никто не берет. Да, спасибо. Мажор. Очень удачно получилось. Даже, да, там в фейсбуке предлагают поделиться победой. Последняя кость, кстати, да. Три кости были видны на столе за счет этого последняя кость. Очень хорошо получилось. Давайте посмотрим на планы других игроков. Здесь, вот видите, точки он не сбрасывал. Он собирал как раз точки. Но он еще не был напросящий. Один, два, три. Ну, конечно, четверку хотел. Но четверку, видите, все. Четверка вышла из игры. Он хотел хотя бы полумасть собрать. Тоже проблематично, потому что у него пара северов. И панк северов давал бы ему максимум одну очко. То есть, один, два, три, семь, восемь, девять. Одну очко, два терминальных чоу. И панк северов. Но, видимо, когда я выбрасывал этот север, он еще не имел пары северов. Игрок напротив стоял на просящей на восьмерку. Смотрите, два игрока были на просящей на восьмерку точек. Игрок справа от меня, видите, хотел собраться. Четыре верхних объявил девятку с меня. И ждал восьмерку. Кстати говоря, очень мудро. Он не выбрасывал ее, не набрасывал туда. Он повезло ему, да, что он сбросил семерку, оставил восьмерку. Если бы он сбросил восьмерку, оставил семерку, он бы накинул, естественно, сюда. Так повезло. Повезло мне. Потому что, во-первых, повезло мне, что он не накинул восьмерку игроку, которая могла бы выиграть этот стол, да, если бы она взяла восьмерку точек. И потом еще раз мне повезло, что он не набросил четверку. Он же ее выбрасывал, да, он же сейчас не набросил как раз ту четверку. Вот. Так вот все зависит от везения. То есть понятно, что умение заключалось в сборе этой руки. Что я собрал таки это все. Тройка. Ну, а толку был от этой тройки четверки. Если у меня три-четыре точек собрались бы на четвертый сет. А все пятерки здесь. А двойки, вон две двойки напротив. То есть нет, в принципе, все правильно. Я пошел на это ожидание. Никому не нужны были четверки и единицы. Так что в итоге у меня все отлично сложилось. Да, я не стал пробрасывать эти формы ради каких-то других. Ну, вот. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok